Сегодня у меня в гостях скинмейкер с пятью принятыми скинами в стиме. Между прочим, наш земляк Влад Хекзет. Он расскажет нам кучу нового интересного о скинах и индустрии, поэтому присаживайся поудобно. Пчелы, всем здорова, с вами как всегда Джинкс и вы на канале Рожби. Всех с наступающим, ребята! Мы для вас на выходных постримим спонсорский веселый турик и отправимся все вместе в Новый год. А сейчас ты услышишь и увидишь супер крутое интервью, которое реально можно посмотреть, послушать буквально на одном дыхании. Попутное интервью я, конечно, буду вставлять какие-то важные вещи, скрины, но в целом ты можешь воспринимать это как подкаст и даже где-то послушать на фоне. Но я уверен, что тебе будет очень интересно. На связи Влад, который, наверное, больше всего из наших земляков пробился в плане скинмейкинга, и именно сейчас он все интересное нам расскажет и ответит на наши вопросы. Подкаст идет полтора часа, поэтому если тебя интересует вдруг что-то конкретное, какие-то конкретные вещи, то я, как всегда, написал для тебя специально тайминги. И перед тем, как мы начнем погружаться в мир скинов, я расскажу тебе, как сделать офигенно красивый крутой профиль в Стиме с нужным тебе левелом, причем буквально за гроши. Сервис Steam Level U, который я когда-то уже проверял, как и предполагалось, по сей день отлично функционирует. И никаких разводов тут быть физически не может, потому что тебе просто приходит обычный трейд с карточками. Заходим и выбираем, какой уровень Стима мы хотим. У меня на балансе было всего 3 доллара, а хватало на плюс 9 левелов. После того, как мы выбрали левел, нам показывают, сколько и чего мы получим. Вырастет количество возможных друзей, появятся новые смайлы и еще куча вещей, которые можно поменять на самоцветы и получить еще плюс пару уровней. Что дальше? Выбираем метод оплаты. Оплатить можно и скинами, и самоцветами, и всеми денежными системами. Далее вставляем трейд-ссылку в своем профиле. Напоминаю, инвентарь и профиль в Стиме нужно сделать открытыми, чтобы Steam Level U смог кинуть тебе трейд с карточками. Дальше нажимаем на баланс, отправляем обмен, и там нас уже ждет куча различных карточек Стима, из которых мы крафтим себе левел. Финальный этап. Нажимаем на уровень Стима, после «Готово» и «Создать 5 раз». Делаем то же самое со всеми картами. Вуаля, у нас любой левел, который мы захотим. Мне хватило на 23-й. Оставшиеся предметы, которые нельзя продать, можно развеять в самоцветы и уже за них на сайте докупить себе еще пару левелов. Кстати, успей на зимнюю распродажу, ведь так прокачивать уровень гораздо выгоднее, потому что при крафте значка будет выдаваться карта распродажи, которую можно продать на торговой площадке Стима. Короче, сайт ТОП, ссылка в описании. — Владос, здорово. Расскажи вкратце про себя, кто ты, с чем тебя едят вообще, что ты такое, буквально там за пару предложений. — Привет, я автор Мак-10 «Дискотехника». — Не-е-е, заебал уже, это «Дискотехника». Ты что, слушай, я тебе скажу так. Ну, «Дискотехника» она прикольная тем, что она, блядь, переливается. Ну, типа. — «Дискотехника» прикольная тем, что вся команда «Навис» не играет. И все остальное мне похоже. — Факт, факт. Нет, я к тому, что у тебя, у тебя все равно визуально, как по мне, есть гораздо пиже скины новые и так далее. Это мое мнение. — Я не спорю вообще. — Сугубо личное и правильное мнение. — Беда в том, что очень многие игроки ценят скины не за визуал, не за дизайн, а за цену. Вот. А цена формируется раритетно. — И перебью. — А ВП «Фейт», то это хера, потому что, блядь, она редкая. — Давай я тебя сразу перебью. Как появляется редкость скина? Как она вообще вот с нуля берется? Кто оценивает, какой скин редкий, а какой нет? Как кто это определяет? Как это происходит? — Ну, Valve, конечно, оценивает. А кто же еще? — И у тебя есть предположение или точная информация, как это происходит? Вот у тебя есть скины? — Есть точная информация. — Окей, расскажи. — В открытом доступе от Valve есть информация, каким именно образом определяется раритетность, как задается раритетность скинам, сколько скинов будет в кейсе раритетных. Давай мы с тобой определим для зрителей, которые не понимают, раритетность — это, правильно ли я понимаю, качество? Красное, фиолетовое, вот это вот, это оно и есть. Да-да-да-да, редкость. Вот, каким скинам, за что она? Потому что я видел иногда скины, которые стоят 2-3 доллара, и иногда я бы оценил их выше гораздо по качеству. Как это вообще происходит? Расскажи вкратце хотя бы. Ну, Valve, короче, определились с этим делом очень просто. Мы, смотри, мы можем просто исходить из самого названия. Армейское качество. То есть, армейские скины, которые выглядят так, как они должны выглядеть у настоящих воинов и бойцов. Солдат. Да, у солдат. Потом у нас получаются какие-то засекреченные, какие-то тайные, какие-то там... Я в них путаюсь в русских названиях этих, мне проще по... Давай по цветам. По цветам, да. Вот, так вот, смотри, какая штука. В кейсе 17 скинов. Из них получается, вот если мы представим такую пирамидку, то в этой пирамидке, получается, в самом низу будет 7 скинов синих, потом чуть выше будет фиолетовых 5 скинов, чуть выше 3 скина розовых и 2 скина красных. Собственно, из-за того, что из 17 скинов красных только 2, получается уже, как бы, процент раритетности уже очевиден, да, что их гораздо меньше. Но плюс к этому у них еще задается процент выпадения, шанс выпадения из кейса. Там буквально, по-моему, 1 или 2 процента. Реже выпадает только нож. Плюс к этому еще красный скин, вот этот вот тайный, он может быть еще поцарапанным. Он может быть еще не тот, который ты ожидал. Мы тут страдаем иногда херней и подбираем, делаем для себя по приколу альтернативные кейсы. Вот мы так сделали альтернативный кейс CS20, и вот сейчас мы сделали альтернативный кейс Dreams and Nightmares. Это вы с какими-то другими скинмейкерами собираетесь и делаете скины, которые никогда, по сути, мы почти не увидим. То есть маленький шанс. Нет, смотри, мы когда собрали альтернативный кейс по приколу вот CS20 и опубликовали его на Reddit, он поднял немножечко шумихи, и в результате получилось так, что, ну, половина кейса вроде бы была принята. А, подожди, CS20 это где еще вышел нож из 1.6, это этот кейс? Да, да, да. Я понял. Тогда был конкурс просто, конкурс на этот кейс, и люди делали конкретно скины под этот конкурс. И сейчас Dreams and Nightmares конкурс тоже был, и люди делали конкретно под этот кейс, под этот конкурс скины. Но это самый непонятный кейс и самый неочевидный. Вообще никто не понимает, что происходит, потому что победители объявили, скины приняли, людям деньги дали, я лично видел, что людям деньги заплатили. Но кейса нет. Где кейс, блядь, непонятно вообще. Возможно, им было легче отъебаться деньгами и не выпускать его, непонятно, мы не узнаем. Нет, ну, они же отдали 1,7 миллиона долларов за это. Это как бы не маленькие деньги. Ну да. За каждый скин они выплатили по 100 тысяч долларов. Вот. И получается, что это, что сейчас мы, ну, как бы становимся свидетелями кейса, которого никогда в жизни не было в кейсе. Вообще никогда такого кейса не было. Что это за кейс, вообще непонятно. Его сейчас нет в игре, но скины приняты. Вот. Людям заплатили деньги. Они приняты, они приняты прям технически-то, ну? Да, на них галочки стоят. Скин принят в игру. Вот. Но их нет в игре, этих скинов. Как ты думаешь, он выйдет? Выйдет когда-нибудь он? Я, я, у меня предположение, что либо они сделают какой-то ивент, очень охуенный, что-то типа операции, но что-то такое, где будет такой особенный кейс. Наконец-то они сделают, блядь, что-нибудь кроме операции, я надеюсь. То есть, вот, либо это вообще может быть кейс мобильной версии Counter-Strike. А откуда инфа про мобильную версию? Почему-то там еще не будет? Неоткуда. Просто людям выплатили разово. Такого не бывало. Ну, то есть, как бы тебе сказать. Смотри, в правилах Стима написано, что любые разработчики, которые используют мастерскую, независимо от того, Valve это, или Face Punch, или еще какие-нибудь разработчики, да, если они используют мастерскую Стима, они обязаны делать роялти, если это дело касается кейсов или продаж через магазин. То есть, когда в магазине продается, там, часть идет с прибыли, с проданного скина, а когда кейс, тогда часть с прибыли, с ключа. Вот. Это во всех играх, это не только в Counter-Strike, так. Вот. И в правилах Стима четко указано, что должно быть выплачено роялти, потому что скины не покупаются, скины берутся в аренду. Понимаешь? То есть, те скины, те пять скинов, которые у меня приняли, они все еще мне принадлежат. И даже те 14 скинов в Rust, которые у меня приняли, они тоже все еще мне принадлежат. Вот. И если я, допустим, мне не понравится политика Face Punch, и мне не понравится, как развивается Rust, допустим, да, я могу создать, как бы, официальный запрос, при котором я отказываюсь от того, чтобы скины... Ну, отозвать. Короче, скины отозвать. Да, да, да. Были в игре. И они должны будут выпилить эти скины из игры, а я должен буду выплатить финансовую, видимо, компенсацию за то, что они потеряли бабки на этом. Я понял. Я не знаю просто, как это точно происходит. Никто этим умышленно не занимался, потому что это, мне кажется, равносильно самоубийству какому-то. Вот. И это... И в данном случае, когда происходит... Когда происходит вот разовая выплата, как вот, например, Тео, допустим, сделал АВП Принц, и у него купили этот скин, они ему разово выплатили деньги, и теперь он в операциях. Этот скин. И он также ценится, как Драгонворд. Теперь вот это вот всё. И, видимо, слушай, и, видимо, ему выплатили разово, потому что, наверное, понимали, да, что роялти выйдет гораздо больше в итоге. Или нет? Роялти не получится сделать, потому что кейс коллекционный. У него нет ключа. Окей. Понимаешь? Хорошо, слушай, я тебя перебью сейчас. Ты сохрани мысль, да, про КС-20. Давай, раз мы уже про эту тему заговорили, каким образом дизайнеры скинов получают деньги? Опять же, расскажи вкратце по новой систему, по которой вот ты и другие скинмейкеры получают деньги. Как ты и сказал, это роялти. Расскажи просто с нуля. Вот я залил скин, его приняли, допустим. Что дальше? Как я получаю деньги? За что? И как я считаю, сколько денег я получил? Ну, получается, как бы я залил скин, его приняли. До этого я, конечно же, ввожу свои финансовые данные, налоговые данные, вот это вот все. То есть ты не можешь опубликовать скин до тех пор, пока ты не введешь данные банка, у которого у тебя счет. Ну, понятно. Вот. Если ты неправильно ввел данные, то у тебя как бы скин могут принять, но потом с тобой свяжутся и потребуют от тебя коррекции, ну, корректировки вот этих вот данных. Вот. Но если ты как бы не ввел вообще данные, никакие не ввел, и не зафиналил вот это дело, то ты не можешь просто выложить скин, просто его опубликовать. И он не пойдет в поиск, и никто его никогда не увидит, и просто он будет у тебя коллекционно валяться на твоем поле. Ну, понятно. Мне интересно, за что? Вот как считается прибыль? За что получаются деньги? Вот ты прорывался, сказал? Ключи, ключи. Смотри, ты покупаешь ключ у Valve, я получаю за это кэшбэк. Какой процент там? 1,17? Я не скажу. Нельзя говорить. А, ты не имеешь права, я понял. Да, да. Вот проценты говорить нельзя. Есть конкретный процент с каждого ключа, купленного в игре? Да, да. Есть, ну, там фиксированный процент, получается, с одного скина. Если ты делаешь с кем-то в коллабе, то в зависимости от того, как вы поделили проценты, столько на такое количество процентов делится процент с ключа, который тебе прилетает. Я не могу говорить три вещи. Я не могу говорить, сколько с ключа платят. Я не могу говорить, по каким процентам делюсь я со своим каким-то напарником или напарниками. То есть, там можно задавать любой процент в поводу того, что ты можешь в коллаб взять 100 человек и каждому по 1% выдать. Вот. И я не могу говорить, сколько продано было ключей. То есть, контракт на неразглашении существует? Да, он существует. И, как бы, более того, мы подсчитывали несколько раз, высчитывали, пытались посчитать процент проданных ключей и прибыль. И у нас часто были расхождения в цифрах. И я подозреваю, что, как бы, графики, которые мы видим, доходов, а мы видим доход за каждый день. То есть, получается, там пики такие идут. Ну, понятно. Примерно такие же графики я вижу у себя в доходе. Вот. И там есть некоторые расхождения такие, которые вызывают вопросы. И есть подозрение, что Valve могут в этих графиках привирать для того, чтобы не было точных данных. Потому что даже просто у одной CSGO уже около 200 человек, 200 скинмейкеров только в акцепторах. Может, даже больше 200 уже. Потому что мы подсчет это делали, наверное, года 3-4 назад. А сейчас уже, ну, новичков много появилось. Вот. И представь, вот эту всю Араву нужно контролировать себе. Кто там что будет разглашать, кто не будет разглашать. Им проще, ну, приврать некоторые данные. Вот. Но в конце месяца просто тебе приходит расчетный. И по этому расчетному тебе, как бы, происходит выплата на банковский счет. Расчетный идет сразу за все игры, в которых ты, ну, где-то там участвуешь в мастерской Steam. Вот. Там независимо, там от разных игр просто все плюсуется до кучи. И просто одной кучей тебе раз в месяц приходит. Я понял. Окей. Слушай, тогда раз мы об этом заговорили, давай сразу, сразу, да. Сразу врубим режим Дудя. Расскажи, есть ли у тебя вообще основная ли это твоя работа, да? На чем ты поднялся? Потому что я твой Инстаграм смотрю и понимаю, что у тебя хватает лаве. Основная ли это работа? Позволяет ли она жить без ничего другого? И есть ли у тебя какой-то другой бизнес или занятие? И, ну, то есть расскажи просто сколько можно зарабатывать на скинах? Сколько зарабатываешь ты из тебя? Это не ущемляет этот вопрос и так далее. Все, что связано с деньгами и скинами. Сколько там можно поднять? И есть ли у тебя еще что-то параллельно? Ну, скажем так, мне этих денег достаточно для того, чтобы сейчас открыть бар в Москве. Чем я, собственно, успешно занимаюсь. Вот. Плюс к этому я еще веду параллельно разработку компьютерной игры. Это большой-большой секрет. Никто об этом не знает вообще. Даже мои друзья некоторые не знают. Это будет довольно угарная аркада. Бля, я не знаю. По-моему, в таком жанре вообще никто еще не делал. Поэтому я не хочу ничего и рассказывать. Просто для того, чтобы сохранить интригу такую, знаешь, вот. Я не знаю, сколько она будет разрабатываться, потому что мы это делаем не быстро. Мы это делаем достаточно медленно для того, чтобы продумать очень много механик. Очень много разных вот мелочей таких, потому что, ну, как бы, мне денег от Valve хватает настолько, чтобы и платить человеку зарплату, и самому хватало денег, и чтобы не торопиться, вот. И, как бы, вот, да. Ну, понятно. И это все со скинов. Да, это все со скинов. То есть, по сути, основной какой-то работы у тебя ничего. Просто тупо скины тебе обеспечили жизни. Правильно понял или нет? Да, мне скины позволяют просто затариваться шмотками в ЦУМе в московском. Зачем мне еще работать? Вообще, когда ты начал заниматься скинами, сколько лет это все у тебя происходит? И помнишь ли ты свой первый скин? Что он был, что был за первый скин вообще? И, в целом, сколько ты этим занимаешься? И так далее. Мой первый скин был разъебом. Я только залетел и сразу разъебал. Но потом оказалось, что это дерьмо ебаное, я его удалил, и больше это, как бы, не хочу с ним. Подожди, ты разъебал, но удалил скина. Как это понимать? То есть, тебя не приняли, но поднялся хайп или что? Да, там хайпа было пиздец. Если ты в гугле забьешь, вот, АВП Тайгер Трэп, вот, ты увидишь, что там было. Это был мой первый скин, вот, и он сразу собрал 120 или 130 тысяч просмотров, что-то там, ну, там дохера было вообще. Так, это здесь тигр, завитушки золотые, это вот он, да? Да, 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 да. Ну, прикольно, кстати. Эти завитушки спизжены, тигр нарисованы мной коряво, блядь, как бы как. Ой, и там, если присмотреться, любой профессионал, который на это все посмотрит делам, профессиональным глазом, он скажет, что это, блядь, за высер такой. Это просто ебаный мусор. Но сам по себе дизайн оказался довольно интересным, и я, возможно, просто в будущем вот эту вот композицию, вот эту концепцию как-то переосмыслю и сделаю все-таки снова вот это, ну, на новый лад, когда мне будет не лень. Не, кстати, кстати, прикольно было бы, ну, то есть, опять же, я полностью с твоими словами согласен, я сейчас смотрю на этот скин, он такой какой-то, ну, какой-то детский в какой-то мере, да? Но при этом сама, да, согласен композиция, что из завитушек появляется тигр с разъебанной пастью, вылетает, это мне нравится, так что прикольно. Ну, там, типа, черное и золото, это выигрышная фишка. Просто ко мне чел в 15-м году подходит и говорит, ты же дизайнер, давай нарисуем какую-нибудь хуйню в Counter-Strike, а вдруг ее и примут. Я такой, ну, ну, ок, ну, давай, типа. Он говорит, вот смотри, вот есть вот такое, есть вот такое вот в игре, а есть вот это вот, за что готовы платить до хера бабок, и показывает мне Dragon Lore. Я такой, ну, окей, сейчас сделаем что-нибудь попиздаче, чем Dragon Lore. Я понял, так хорошо, вот как раз был один из вопросов у меня, как ты вообще пришел к тому, чтобы делать скины, вообще? Так это меня привели просто, меня кореш привел, вот, и мы с ним, сколько, до 2017 года чисто в коллабе с ним вдвоем работали. Ну, ты сказал просто, что ты дизайнер, типа, ты дизайнер, то есть ты работал дизайнером, где, что ты делал? Что ты делал? Да, я, ну, как бы смотри, во-первых, у меня художка, во-вторых, у меня колледж, колледж архитектурный, там, у меня архитектурное образование, и, по сути, как бы, когда ты учишься на архитектора, ты уже фактически учишься на дизайнера, потому что тебя учат и рисовать, и композиции, и вот это вот все, и пятое, десятое. И я, когда вышел из колледжа, я уже четко понимал, что я не хочу заниматься архитектурой, я хочу заниматься дизайном, вот, и я пошел делать интерьеры, потому что в колледже было мне довольно весело делать курсачи по интерьерам, это мне прикалывало, было интересно, но я не знал, как это в Беларуси и сколько за это платят. Вот, я потратил несколько килограммов своих нервов на этой профессии, 12 лет промыкался с этим делом, и вот, параллельно я постоянно пытался найти какой-то способ заработать денег с 2010 года, потому что я понимал, что вот, ну, как-то, блядь, знаешь, вот, мне не нравится работать, я, сука, не люблю работать, я ненавижу вот эту хуйню. Я как-то вышел вот зимой утром на работу, 8 часов утра, а мне было от моего дома пешком идти 15 минут до офиса, и, ну, это я тогда работал на студию, на дизайн-студию, и интерьеры там делали, и я такой иду, и там хоть пешком было 15 минут пройти, но я такой иду, блядь, по льду, поэтому по снегу, темно, холодно, сука, я такой думал, что мне, блядь, до конца жизни этой хуйней заниматься, вот, и все. Я тогда решил, что я не буду работать больше, мне не нравится. Ну, факт, не, такая мысль была у всех, кто шел в школу когда-то с утра, да, у тебя она возникла в более осмысленном возрасте, это заебись. То есть у тебя скины, это был взрыв, да, такой? Ну, типа, да, короче, короче, смотри, так получается какая штука. Я-то пришел в воркшоп в 15-м году, а первый скин у меня приняли только в 18-м, вот, то есть 3 года, 3 года, это был ад, это был огонь, вода, вот, и было тяжело. А сколько ты, а сколько ты сделал скинов до того, как приняли первый? Ну, я не знаю, штук 500, наверное, штук 200 удалил. Реально 500? Да. То есть ты сделал 500 скинов и потом только приняли один? Ты понимаешь, смотри, вот сейчас вот тут вот у нас некоторые феномены появились из новичков, да, такие вот как Кай, например, который пришел только вот на конкурс КС-20, только-только пришел и сразу у него в конкурсе прям два скина взяли в кейс, да, вот, или вот как Рэй, например, чувак, который сделал револьвер и у него сразу же его приняли. Это единственный его был скин в КС и его приняли, да. Но ты же понимаешь, что это, это то же самое, как если бы ты вот сейчас спал, ты вот спишь такой, спишь, да, и тут вот внезапно открывается окно в твою квартиру, хоть ты там на 28-м этаже где-нибудь живешь, да, в окно входит Лукашенко и говорит «Привет, ты теперь новый президент Беларуси». Примерно такой же шанс. Ну, то есть попасть вообще, что подобрили скин хотя бы куда-то, даже не включая стим, это типа пиздец, достижение жеста. Даже учитывая то, что ты сделаешь 800 тысяч скинов и из них возьмут только один, это уже можно приравнивать к лотереи, в которой ты победил. Хорошо, а почему так? Потому что конкуренция бешеная? Да, бешеная конкуренция – это раз. Профессионалов очень мало в этой сфере, очень, прям, прям дефицит. Настолько дефицит, что Valve объявили сейчас вот этот вот конкурс Dreams and Nightmares, вот, чтобы просто найти новых талантливых каких-то людей. И в этот кейс взяли 24 человека, из которых 14 было новичков вообще. Вот, то есть они умышленно запустили эту акцию, чтобы найти новых талантливых людей, потому что дефицит, очень мало. При этом в день загружается в мастерскую примерно 200-300 скинов. Да, это жестко. А в кейсе 17 скинов, и в год принимают только 3 кейса. Хорошо, смотри, в день загружается по 300 скинов, а ты говоришь, профессионалов нет. А чем тогда определяется профессионализм в этой сфере? Как он, ну, то есть явно есть много челов, которые пиздаты рисуют. А чем определяется профессионализм именно вот в скинах? Чем он ценен? Что? Что значит профессионализм? Ну, смотри, ты же даже по Ютубу можешь судить, сколько каналов, всяких ноунеймов, новичков создаются на Ютубе. Ну, понятно, много, конечно. Их же миллиард. А ютуберов, которых смотрят, ну, единицы. И даже у тебя, я могу поспорить, в твоем плейлисте Ютуба, в подписках людей, которых ты смотришь, порой нет-нет, да, возникала такая ситуация, когда ты всех пересмотрел, блядь, у всех ролики повыходили, что, сука, теперь смотреть? Я тебе больше скажу, у меня кэса вообще нет, почти, например. Да я не только про кэс говорю. Ну, в целом, да, в целом, тем более, да, согласен, согласен. Мне просто интересно, что именно ценно, то есть идея, исполнение, все вместе. Качество исполнения ценно. Идея, уникальность, ведь каждый скин же должен быть уникальным, у него же должна какая-то особая фишечка быть. Вот, и я уже вот на протяжении этих шести лет, сколько я работаю в мастерской, каждый год я слышу одну и ту же фразу, что все идеи уже сделаны, уже делать больше нехуй, и Valve неизвестно, что теперь будут принимать. И выходит новый кейс, и там новые разъебы. Вот, вот был разъеб от DeBizu, когда он сделал Mac-10, вот этот вот, с трубками, с такими красными. И он просто, вот на него смотришь и не можешь поверить, что он не с дырками, а это просто, как бы, запеченный рисунок, вот, на скине. Но твой мозг просто отказывается в это верить, он как будто весь, ну, пустой, этот Mac-10. Вот, потом, после этого был мой Mac-10 перлисцент, да, получается, который там... Я понял, окей. Хорошо, давай поговорим немножко про твои скины. У тебя принято пять скинов. Угу. Какие это скины, вообще, на какие оружия, расскажи быстренько, что за скины вообще? Ну, самый первый мой скин, это Той Солдер, нова, солдатик. Вот, в нем особенность была в том, что, как бы, я поставил себе суперсложную задачу, я хотел сделать максимально простой скин, но чтобы он был с разъебом таким, да. Вот, и это, если ты откроешь его, это будет просто кусок зеленого пластика, просто чисто зеленый скин. Это, на самом деле, с точки зрения дизайна, невероятно сложно сделать в одном цвете какой-то интересный дизайн. И я такой сидел, ломал голову, там, знаешь, вот, а самая проблема у меня была в том, что, короче, в скинах, ой, не в скинах, это в пушках, которые добавили Valve, у них там есть карта Ambient Occlusion, ее нельзя поменять вообще никак. И на этой карте Ambient Occlusion надписи они нанесли, всякие, вот, производитель, пушки, там, знаешь, вот это вот все. И многие сейчас, когда делают скины, они просто некоторые надписи просто скрывают за счет того, что просто высветляют это место, буквы эти высветляют, и они, как бы, теряются. И получается такое, что визуально кажется, что, ну, как бы, вот, надписи уже нет. Но, на самом деле, это такие костыли, бля, просто пиздец. И мне она была вообще как-то не в тему, потому что я хотел, чтобы полностью зеленый скин был, а тут вот, ну, такая черная жирная надпись. И я просто туда, в это место, влупил наклейку, типа, такую, знаешь, как эти, как производители на игрушке наклейки такие наклеивают. Вот, я ее просто там сделал, и сверху тоже там на стволе такую же сделал, и это получилась такая фишечка, типа, особенность, ну, дополнительная, которая разбавила вот этот вот зеленый дизайн. Вот, и я начал угорать этой хуйни, я там уже, знаешь, вот эти вот наклейки там уже начал выпендриваться, типа, изгибы такие сделал, типа, как она, вот, она, типа, отклеиваться начала, а я назад, знаешь, вот, приклеили. Вот это вот, эти физические свойства просто начал изъебываться до того степени, чтобы показать свое, как бы, мастерство, что ли, знаешь, вот это вот. И когда я уже сделал эту новую, я уже, ну, типа, к тому времени у меня еще не было принято вообще ничего, даже в раз не было ничего принято. И у меня уже просто чеколда начала ехать, просто от того, что меня уже три года игнорят, у меня тут, я тут живу за 20 рублей в месяц, а это сколько, ну, для российских товарищей, сейчас я скажу. Ну, это чуть меньше 10 долларов. Ну, это вот 500 рублей, короче, в неделю, вот, на 500 рублей в неделю попробуйте прожить, я так жил, вот, и это, и получается, что вот у меня уже крыша едет, и я такой уже начинаю херней страдать, и я просто беру на износе этого ружья, рисую просто человечков и всякие танки, там, звездочки, как, знаешь, как дети в тетрадках рисовали, вот, в детском саду такие, вот. Вот, и если ты посмотришь на закаленную в боях это, ну, вот, ты увидишь, что там солдатики такие, знаешь, там, танчики, какие-то машинки там нарисованы, вот эти вот на износе. И в этом вот месте, где там четыре солдатика сидят за машинкой, туда, если прикрепить неймтег, то он будет выглядеть, как кузов, типа, к машине прикрепленный. И, типа, на этом кузове написана какая-то им вот надпись, и эти чуваки, типа, сидят в этом кузове и, типа, отстреливаются. Я думаю, что в каком-то там угаре, когда Valve принимали кейс Горизонт, они такие увидели эту хуйню и просто, наверное, просто дико угорая с этого, добавили эту нову в этот кейс. И вот, как бы, поэтому для меня это значимый скин, он не ценится комьюнити, потому что это фиолка, это новос, новой мало кто играет, вот, и он, как бы, потерялся. Потому что комьюнити очень сильно одобрили солдатик-калаш. Зелёный калаш у меня в мастерской есть. Это второй скин или это непринятый? Это непринятый, это непринятый. Вот, это из коллекции Той Солдер, ну, вот эти вот солдатики. Там у меня большая коллекция, я на много пушек наделал, вот этих вот пластиковых скинов, но приняли только одну новую. Так вот, если бы калаш приняли, то он бы был на уровне вот этого калаша чёрного Слейт, потому что там тоже такой разъёб был, там люди очень ждут этот калаш, но, тем не менее, его что-то не берут. Я понял, что там дальше по скинам принятым. В следующем, потом у меня, смотри, это у меня вот в восемнадцатом году приняли эту новую, я такой думаю, всё, теперь всем пизда, я сейчас буду разъёбывать, я буду такое делать, вы просто охуеете. Я начал делать такое, что просто сам охуел, два года, блядь, сосал хуй, и ничего не принимали больше вообще. Вот, и я такой, я такой, блядь, в смысле, я только что, у меня только что была вот эта вот, ну, типа эта херня, что, ну, у меня тут как бы доход уже начинает падать, потому что два года прошло, уже тут сколько, пять или шесть кейсов вышло после этого кейса, и, естественно, там уже доход вообще, ну, херня уже становится. Я уже начинаю нервничать, я делал скины в раст просто для того, чтобы просто вытягивать дополнительно, вот, и это, и в определенный момент я просто психанул, и там вот, когда Valve добавили вот этот вот параметр перлисцент в мастерскую, я такой думаю, да пошло все нахуй, я сейчас буду делать что-то такое очень-очень яркое, чтобы оно прямо постоянно было на глазах. А что такое перлисцент, что это значит? А перлисцент, это ты можешь в ютубе вбить это слово, это будут ссылки на какую-нибудь автопленку, где автомобиль под разными углами меняет цвет. А, окей, я так понимаю, ты так придумал МАК-10, да? Ну, получается, да, потому что это, потому что я такой сидел, думаю, я тогда с Дасдасом что-то разговаривал, я помню, вот, и он мне говорит, сделай что-нибудь, блядь, с перлисцентом, такое, чтобы типа яркое, и Valve заметили. Я такой, ну ладно, хер с ним, я полез изучать вот эти вот, что такое перлисцент, пленки вот эти самоклеящиеся, знаешь, вот это вот, все это херню. И изучив много разных паттернов, техники, вот эти вот всякие механики работы этой пленки в реале, я просто тупо воссоздал этот эффект, как он есть в реальности. И просто начал тупо штамповать. Ну, вообще у меня расчет был на то, что я просто этой коллекцией привлеку к себе внимание, а Valve уже что-нибудь примут, ну, другое там. Потому что я вообще не планировал, что из этого что-то примут. А они берут, блядь, МАК-10 принимают, диско... и еще и назвали это дискотехникой, да? Вот, и я такой, нихуя себе, а я даже и не думал, что это, ну, типа, как бы, может как-то с диска быть связано, знаешь. И я такой, такая сразу первая мысль такая, если дискотех, значит TechNine. Ну, тут же логично. И я делаю TechNine дискотех, вот, и этот TechNine я видел, мне как-то присылали два человека ссылку на избранное одного из сотрудников Valve. И у него в избранном лежит этот TechNine, вот, так что есть вероятность того, что дискотехника еще Tech9 может оказаться в игре когда-нибудь. Прикольная пасхалка. Да, и я сделал тогда, я сделал тогда... Они, кстати, вот, к тому времени Valve добавили вот эту вот анимацию на Диггл, где, редкая анимация, где может крутить на пальце Диггл. Вот, и я такой думаю, блядь, так это же прикольная фишка. Раз у меня зависит сильно от угла обзора, какой будет цвет у скина, я беру, делаю на Диггл. То есть Диггл дискотехника я делаю, и он как раз вот, когда редкая анимация... Крутится, да, он блестит, типа. Он крутится в руках, как это, как стробоскоп, знаешь, такой. Угу. Вот, и если залезть ко мне вот в МАК-10, там перейти в коллекцию дискотех, то можно увидеть этот Диггл, и там я специально добавил гифку анимации, где он крутится. И можно посмотреть, как это выглядит, ну, там, в игре. Но, тем не менее, нет. Тем не менее, до свидания, здравствуйте. Как бы Valve запускают этот конкурс CS20, и я начинаю просто упорно делать скины под CS20, потому что у меня что-то такая мысль была, что это, типа, супер важный конкурс. И именно здесь нужно прям засветиться, потому что те люди, которые засветятся в этом кейсе... А этот кейс, типа, самый важный для CS, настолько важный, что они прям золотым его нарисовали. Вот. И я думал, что, блядь, вот туда я должен обязательно попасть. А они набрали каких-то, вот, ультраконсервативных скинов туда. И, типа, многие люди даже немножко разочаровались, потому что, как бы, все ждали, что там будет что-то такое инновационное. А там просто консервация такая, что просто, просто, блядь, тушенка консерва. Сария, мы с тобой говорили про кейс CS20, и ты говоришь, что в него не приняли, ну, заплатили челом и не приняли. Это не он был разом? Заплатили челом и не приняли? Да, то, что ты говоришь, ну, в смысле, дали по 100 штук баксов и скины не вышли. Нет, это только что был кейс. Только что от Rims and Nightmares. А, ты про это? Ты можешь зайти в интернет, посмотреть. Просто мы с тобой тогда говорили про CS20, и путаница получилась. Нет, CS20 был в 2020 году, а Dreams and Nightmares был, ну, вот. Вот, вердикт вынесли буквально... Все, я понял, я понял, я понял. Да, вот, и смотри, а вообще всего конкурсов было три за все время. Вот, за вот этих вот 10 лет существования CSGO было три только конкурса. Это конкурс Polycount, по-моему, в 16-м году он был. Вот, конкурс CS20 в 20-м году, и сейчас в 2021-м был Dreams and Nightmares конкурс. Только три конкурса всего было за все время. Так вот, смотри, короче, я сделал столько скинов на CS20, что у меня прям случилось выгорание. Прям в первый раз в жизни я такое почувствовал. Это прям жесткая херня. Когда ты не можешь себя заставить не то чтобы работать, ты не можешь заставить тебя просто комп включить. Ты не хочешь прям вообще подходить к этому компу. И среди этих всех скинов был сделан скин Heavy Phoenix. Мы сделали коллекцию небольшую с влеком Heavy Phoenix. Это типа отсылка на вот этих вот здоровяков в операции, которые террористов. Да, да, да. Вот, и просто мы тупо взяли, содрали дизайн оттуда и перенесли на пушки. Так и назвали Heavy Phoenix. А потом через год только, через год, то есть нас не приняли. У меня вообще ни одного скина не приняли с CS20. Но через год приняли Galil и назвали его подразделение. Вот это Connection. Это твой третий скин, да? Да, это мой третий скин был. И 2020, это вот как раз вот в 2020 году получается. Да, походу CS20 это был 2019 год. Да, насколько я помню, сейчас я даже уточню. Да, это был 2019 год. CS20 это был не 2020 год, а 2019. Вот, и это в 2020 году вот берут вот этот вот скин Mac10 дискотехника. Берут Galil подразделение. И берут еще плетку у меня, G3-шку, цифровая сетка. Вот, и получается, что в год выходит только 3 кейса. И вот в 2020 году вот вышло 3 кейса, и я во все 3 кейса попал. Это для меня был самый, блядь, просто самый лучший год в моей жизни вообще. У меня доход вырос в 10 раз. Я просто охуел от такого расклада. Вот, и... Ну и последний, пятый скин у меня вот в этой вот, в новой, в последней операции. Это Аук Чума. Это мой скин. Ну круто, слушай, ты смотри, вопрос такой. У тебя сейчас сколько есть скинов, которые ты рассчитываешь, что потом примут? Есть, ну, сколько, какое-то количество, может, ты на что-то рассчитываешь? Какие-то есть варианты, что их примут? То есть есть вообще сейчас у тебя база на будущее уже? Ну, смотри, я вот для DreamSan Nightmare сделал, получается, 9 скинов. И почти все их ждут в игре. Ну, то есть там прям люди сидят и ждут, и прям, ну, обиделись даже, что ничего не приняли. Ну, хотя вообще непонятный кейс, вот этот DreamSan Matters. И что там будет, и как он выйдет, хер пойми. У меня такое ощущение, ну, и не только у меня, у некоторых людей тоже есть ощущение, что, как бы, конкурс-то они объявили, DreamSan Nightmares, но выбрали с него победителями не самые яркие скины, потому что это, типа, разовая выплата, и, скорее всего, может быть, это будет какой-нибудь бесключевой кейс, там, знаешь, или что-то такое. Ну, потому что здесь роялти нет, а роялти всегда привязана к ключу. И если есть ключ, то должно быть роялти. Если нет роялти, но есть ключ, это уже нарушение правил Стима. И я не знаю, как это, ну, будет, типа, выглядеть в будущем, что это за кейс, непонятно. Но есть ощущение, что они самые яркие, типа, скины оставили на потом, чтобы потом принять в их, ну, в других, в обычных. Ну, вот, да, так у меня, у меня в этом и вопрос. То есть, если у тебя, вот смотри, у тебя там бах, там год ты сидел один скин взяли, год сидел второй, потом бах три. Вот есть ли у тебя сейчас уже еще какая-то, как сказать, ну, не то что надежда, а твои планы. То есть, вот, у тебя есть скины, они висят уже в мастерской, и ты понимаешь, что какой-то из них могут скоро принять. Такое есть? Или ты прям дальше будешь 500 км? Ну, если ты откроешь мою мастерскую, вот просто откроешь мою мастерскую. Я ее открывал, я открывал. Да, и вот просто пролистаешь первых четыре страницы, то там куча разъебов, просто куча разъебов. И вот просто бери и добавляй. Просто Valve иногда еще, знаешь, вот как делают, они, типа, стараются каких-то людей сильно часто не принимать, потому что это вызывает общественный резонанс. Типа, люди начинают думать, что там как-то все нечестно или, знаешь, вот это все. Я понял. Да. А как, по-твоему, Valve вообще выбирают людей этих? То есть, как ты думаешь, это просто какой-то совет местечковый или что это? Как ты думаешь, что для Valve важно вообще, чтобы принять скины? Ну, смотри, вот тот факт, что мы делали два фейковых кейса, это вот фейковый Dreams and Nightmares, ну, типа, Dreams and Nightmares 2 и CS 22, да, вот, помогло нам на некоторые вещи, как бы, получить больше понимания, больше осознания вообще, что, как это вообще происходит, подбор скинов. То есть, знаешь, вот, когда ты проходишь самостоятельно через это вот все, ты, как бы, немножко по-другому на это все смотришь, с другой колокольни. И, как оказалось, как мы, ну, благодаря нашим вот каким-то исследованиям, что мы выяснили? Если вот представить вот эту пирамиду из 17 скинов, если их распределить вот так вот по пирамиде, то у нас получается горизонтальное разделение на рарности, да, вот это вот, горизонтальные пласты. Но, как оказалось, есть еще вертикальные, но они не такие очевидные, как горизонтальные. И вертикальные эти выглядят немножко, как бы это сказать, хайп, качество и что-то среднее такое, ну, то есть, невзрачное. То есть, когда ты открываешь любой кейс, ну, я не знаю, как из старых кейсов, но, по крайней мере, из последних это точно работает, это видно прям наглядно. Ты открываешь любой кейс, и вот в красном будет один скин и второй скин, да, и один скин будет хайповый, второй скин будет красивый, типа, такой, знаешь, он такой, типа, это качественный, да. Вот, это, допустим, если мы возьмем кейс, какой-то там кейс с принстрим, с диглом принстрим, да, вот, дигл принстрим это хайповый скин. Не сказать, что он, типа, сильно качественный, красивый какой-то, да, он просто хайповый, народу зашел, но при этом еще в красном есть калаш Анубис, который супер круто сделан, он прям такой качественный весь, проработанный, детальный, но его ценят гораздо меньше, чем этот дигл. Вот, и мы получаем, как бы, вот это вот разделение, типа, калаш качественный, дигл хайповый. Спускаемся ниже, и вот я даже специально сейчас открою этот кейс, чтобы прям, это у нас кейс, фракчур кейс, это расколотая сеть. И видишь, вот здесь получается у нас вот хайповый дигл, качественный калаш, да, если мы ниже опустимся и увидим вот розовое, да, то у нас получается три скина розовых. Хайповый глок-вок, потому что, ну, он угарный вообще, он хайповый, правда. Качественный у нас М4А4 получается, зубная фея. А ХМ, он такой, знаешь, ни рыба, ни мясо, типа, просто середнячок, есть, есть, знаешь, такое. Вот, и дальше мы опять идем в фиолетовое. В фиолетовом у нас получается хайповый разъеб ТЭК-9, потому что там сзади морда террориста нарисована, и он прям угарный такой вообще. Если ты не видел этот скин, мы очень настроительно советуем посмотреть его в игре. Вот, опять же, МАК-7, вот этот с мордой, с рыбой, он прям угарный, вот это хайповые скины были. При этом качественные скины получаются, вот этот вот мой Галил Коннексин, который подразделение, да, и получается качественный МАК-10 Алюр. А МП-5, он такой, знаешь, ни рыба, ни мясо, типа, ни хера не понятно. То ли он качество, то ли он хайп, вообще, такой, знаешь... Ну, то есть, грубо говоря, ты думаешь, что у них отбор в том плане, что в первую очередь должно быть что-то хайповое, неожиданное и так далее. Да, потому что, смотри, потому что, как бы, хайповые скины, они делают хайп для кейса. То есть, очень много людей начинают бегать с какими-то конкретными скинами, и другие люди этим интересуются, они там, типа, узнают... Сарафанное радио просто работает. Вот, при этом есть люди, которые, типа, не ведутся на это, им надо просто качественная, красивая картинка, приятная для глаза, вот это все, и для них тоже есть это все. Логично. Хорошо, слушай, вопрос еще такой. Вой, МК Вой, да? Вопрос по поводу нее, во-первых, как ты считаешь, есть ли вероятность того, что в КС еще раз такая ситуация произойдет? Во-вторых, как ты думаешь, как сейчас живет ее создатель, и знаешь ли ты, кто это вообще? Ну и вот, что касается нее, то есть, это просто скин, который, грубо говоря, ну, стал раритетным, он стоит огромных денег, и как сейчас живет создатель этого скина, и так далее? Твои мысли по поводу этого скина? Ну, я думаю, он живет достаточно плохо, и кусает локти, потому что ситуация, в которую он попал, я не желаю вообще никому. Расскажи ее. Ты, короче, ты не знаешь, как появилась раритетность вот эта вот, как контрабандная, да? Да, там вроде что удалили кейс, да, или что-то такое произошло? Нет, удалили скин из кейса, его нет в кейсе, он не выпадает больше. Вот сколько их было выпало в каком-то там бородатом году, по-моему, что-то около двух тысяч штук этих вот эмок было выпало, и все. И потом, короче, получилось так, что этот скин стал достаточно популярным. Он, когда вот начал выпадать, естественно, он же в красном был, красное качество, и это тайно, всем интересно, это сразу хайп. Этот скин захайпился, начал везде светиться, и автор этого арта охуел. Мягко говоря, потому что он просто нарисовал рисунок с двумя волками и выложил его на этот арт-стейшн, по-моему. И два чувака, которые делали скины, они спиздили этот арт и просто накинули на эту эмку. Вот, и получилось так, что эта шумиха поднялась на реддите, поднялись разговоры об этом, и как бы автор наехал на Valve, он подал в суд на них вроде как, за то, что нелегально используется его творчество. И Valve удалили, да? Да, Valve удалили. А, то есть, подожди, то есть автор не предполагал ничего про CSGO вообще? Да. Ну, в плане того, что он рисовал, это просто как обычный арт. Ну, типа, да, он просто нарисовал как обычный арт. Да, там два чела было таких, вот, они спиздили этот арт, накинули на пушку и потирали ручками, вот. И Valve, короче, когда об этом узнали, они, естественно, этих двух чуваков забанили на всю жизнь, вот, скин из кейса был удален, и ему было присвоено качество контрабанда. Сам арт был на пушке перерисован, потому что он нарушал авторские права, и Valve не покупали права на этот арт. Но, я думаю, что они там что-то автору этого скина все-таки сыпанули, потому что... Он суд не продлил, да? Да, как-никак, но рот ему прикрыли. Вот, и это... И в результате получилось так, что этот скин очень быстро начал расти в цене. Потому что внезапно из простой М-ки в тайном он превратился в что-то круче, чем нож. Вот, и он начал расти в цене, и он начал продаваться на черном рынке. Потому что тогда было на торговой площадке ограничение, по-моему, в 300 или 400 долларов. То есть дороже нельзя было скины продавать. Вот, и он начал продаваться на черном рынке, там, за косарь, за полтора, там, за два, вот это вот все. И Valve это очень не понравилось, потому что они же теряют деньги. Ну, то есть при продаже на торговой площадке скина любого, Steam забирает себе 10% комиссии, и еще 5% комиссии уходит разработчикам игры. То есть в данном случае 15% уходило Valve. Вот, и они теряют деньги. Ну, то есть если за косарь баксов продается скин, то Valve забирают себе с продажи 150 баксов. Это довольно дохуя. Вот, и это... Ой, каких 150? Это... А, ну да. Не, все правильно. У меня с арифметикой что-то там... Не-не-не, все правильно сказал. Все правильно. Да, и, короче, получается такая штука, что это... Что Valve это не понравилось, и они больше не делали такую ошибку. В будущем, потом, когда появилась Эмка Грифон, когда появилась Эмка Огонь Чантика, когда появился коллаж Снежная Буря. Эти все скины имели какие-то спиженные элементы. Либо паттерны, либо рисунки, либо что-то такое. И все эти скины должны были быть контрабандными в результате. Но Valve не хотели делать ту же ошибку, которую они сделали своим. И они просто тупо втихаря забанили этих авторов, перерисовали арты, а скины из кейсов не убирали. Они так и остались в кейсах. То есть вердикт такой, что такая ситуация, скорее всего, больше не повторится. Правильно? Не скорее всего, а 100% больше никогда такого не будет. Очень-очень забавный момент такой был, когда приняли кейс Горилл Вондау. Как только кейс вышел, буквально на следующий день у него появилась сверху надпись, типа жалоба. А когда появляется жалоба от кого-то, это довольно весомая вещь, довольно серьезная с точки зрения Valve и вообще юридического языка. Потому что, во-первых, для того, чтобы кинуть жалобу, добавить, и чтобы ее рассмотрели, у тебя должны быть вердикты какие-то весомые, аргументы какие-то. Если аргументы достаточно весомые, и Valve считает, что это действительно весомый аргумент, они вешают такую табличку сверху. Предмет находится на рассмотрении, что-то там, типа, такого, поступила жалоба, типа, на предмет, да? И на 10 дней автора этого предмета лишают дохода до выяснения обстоятельств. И у истца, так сказать, есть 10 дней на то, чтобы подать жалобу в суд и через суд рассмотреть вот этот вот момент, насколько было произведено хищение интеллектуальной собственности. Вот. Если он не подает в суд, не продвигается дело никуда, то через 10 дней просто автоматически снимается эта жалоба и скин остается в игре. То есть, таким образом, Valve, как бы, особо не рискуют. Они не проверяют особо арты, где там что. Ну, то есть, можно выложить что угодно, как бы, в мастерскую и всем, на самом деле, насрать. Единственное, что только, чтобы не рисковать, они будут рассматривать, есть ли у тебя пруфы какие-то. Ну, типа, вот этот вот процесс создания арта, ну, нанесение рисунка, вот это вот, от скетча до полного завершения арта. Это сильно влияет, это сильно помогает потом попасть скину в игру, вот. И, ну, еще какие-нибудь пруфы. Но если даже этих пруфов нету, иногда бывает такое, что Valve могут, ну, типа, не досмотреть и подумать, что, как бы, это автор этого арта и добавить скин в игру. Ну, и здесь одно из двух, либо автор жалуется, либо не жалуется. Если автор не пожаловался, то всем, как бы, с большего насрать. И вот так вот авторы Огонь Чантика и Снежной Бури, они два года получали доход с этих двух скинов и жили, припевали, да добра наживали. Пока кто-то на Reddit не нашел их паттерны где-то там на стоках. И они просто выложили тему с этими паттернами. И у пацанов просто сняли галки и все, и прекратился доход. То есть, Огонь Чантика и Снежная Бури, это пизженная полностью тема? Не полностью. Там, там, бэкграунд, короче, подложка, арт. Ну, не арт, а это паттерн. У одного и у другого скина был, короче, со стоков с пизжин арт. Может быть, они не пиздили, может быть, они купили, но это никак не решает конфликта. Потому что Valve строго-настрого запрещают даже на стоках покупать какие-то вещи. То есть, ты должен полностью с нуля все рисовать? Полностью все с нуля должно быть твое вообще. Ну, либо как-то лично договариваться с создателем паттерна изначального и так далее. Да, ты можешь его в коллаб взять. Это вот прекрасный пример. Вот этот вот новый кейс, когда Dream Son of Nightmares собрали. И там, в этом кейсе, есть береты. С таким улыбящимся, угорающим арбузом. И все начали обсуждать то, что, типа, это старый арт. Этому арту уже дохера. И его видели на просторах интернета. И, типа, походу будет новый, типа, бан и, типа, новый скандал. Да, но если присмотреться и открыть этот скин, то можно увидеть в соавторах этого скина как раз автора этого арта. Поэтому все окей, все прекрасно. Я тебя понял. Ну, прикольно. Да. Да, говори, говори. Я не дорассказал про этот Галил. Короче, такой момент был, что просто один товарищ увидел этот Галил принятый и решил, что его Галил, который был другого цвета вообще и с немного другой идеей, но содержал схожие какие-то элементы, был просто пиженым. Твой Галил? Он кинул жалобу. Да, он кинул жалобу вообще. И над этим Галилом появилась вот эта вот надпись и по жалобу там вот это все. Вот, а этот товарищ, он вместо того, чтобы начать, ну, как бы, начать продавливать эту жалобу, да, начать как-то ее отрабатывать или что-то делать, он просто тупо закупился этими Галилами, там что-то штук сто, наверное, их купил, да, и просто сел, сложа руки и начал ждать, пока этот Галил кинут в контрабандное качество. И типа, сейчас он будет контрабандным, вырастет цене как вой, и он типа продаст эту огромную кучу этих Галилов и заработает на этом денег. Ну, а по факту, как оказалось потом, что просто 10 дней прошло, эту жалобу сняли, а этот идиот просто остался с огромной кучей этих скинов у себя в инвентаре. Так, слушай, еще был вопрос у меня по поводу инсайдов. То есть, не узнать из тебя инсайды, а вот то, что ты скин надел, у которого принято 5 скинов, дает ли тебе, ну, у тебя появились какие-то инсайды от Valve, когда выйдет кейс, операция? Нет, это что? Конечно же нет. То есть, ничего не появилось? Никаких инсайдов? Нет, за все время со мной Valve связывались только один раз. Это вот этот Аук Чима, они просили меня пофиксить нормалку и все. Понял, хорошо. Ну, кстати, насчет пофиксить. Во-первых, есть ли какие-то запретные темы у скин наделов? То есть, запретные арты, какие-то изображения, ну, кроме порнухи очевидной там, да? Есть ли какой-то бан-лист тем или изображений? Ну, смотри, ну, во-первых, в Китае цензура на смерть. Да, это я слышал, что у них даже некоторые скины изменены там и так далее. Да, ну, просто обычно, на самом деле, это такой простой обход. Они, есть в Китае организация, которая занимается Counter-Strike. У них свой, даже не Counter-Strike, а Steam вообще. Они сделали, как бы, клон Steam'а. Организация называется Perfect World. Вот, и это, и они сделали просто клон Steam'а. Этот клон Steam'а напрямую связан с серверами Valve. И, по факту, он позволяет китайцам играть в матчмекинге с нами, вроде бы как. Но я точно не скажу, да? Но я точно скажу, что китайцы могут торговать на торговой площадке вместе с нами. Но, тем не менее, у них свой собственный Steam, потому что они логинятся туда через уникальные ID по паспорту. И у них же, знаешь, какая система в Китае? Что, типа, если ты читер в игре, и игра запалила тебя в том, что ты читер, и ты получил вакбан, то это потом может отразиться на всех сферах твоей жизни. Типа, даже при устройстве на работу. Потому что ты потом получаешь какие-то негативные бонусы к себе в эту, блядь, в репутацию. И что-то там, я не знаю точно, как это выглядит. Я думаю, что на YouTube можно найти кучу роликов, которые это все расписывают, подробно показывают. Но, тем не менее, там вот с этим делом все серьезно. И для того, чтобы просто не мешать гвозди помидоры, получается у них там свой собственный такой уникальный Steam. И, соответственно, что с их собственного уникального Steam'а ты можешь скачать Counter-Strike китайскую версию. И там будет и кровь черная вместо красной, и там будут вместо черепов какие-нибудь противогазы нарисованы. И вот, ну, как бы все это дело. То есть вот даже наклейка золотая с короной, череп, да? У них, по-моему, противогаз с короной, что-то такое. И когда ты китайскую версию стикера потрешь, пошкрябаешь, то там вроде как получается какой-то уникальный, забавный рисунок. Но когда ты этот коллаж потом с наклеенным этим стикером смотришь с европейского аккаунта, то ты видишь, что какой-то козел, блядь, потер очень дорогую уникальную наклейку, просто ее испортил, знаешь? Ну, понятно. Но в плане запретных тем у нас здесь такого особо ничего нет, кроме очевидной порнухи, убийств, залупа, да? Ну, типа, да, да. Ну, типа, нет такого, что, блядь, не кидайте свой скин, если у вас там, блядь, нож протыкает человек. Ну, например. Ну, типа, да. Потому что, знаешь, что в Team Fortress даже есть скины на этого, на пулеметчика, которые похожи на Габена. И это, как бы, никого не расстроило. Я понял. Хорошо, смотри, еще вопрос. Если твой скин хотят взять или взяли, есть ли какая-то особая связь с тобой, тебе об этом где-то сообщают? Или ты просто зашел куда-то, прочекал, бах, взяли, пиздец. Или с тобой лично связывается Steam, говорит, блядь, чел, мы твой скин берем. То есть, как с тобой связываются? Я, как правило, все время проебываю акцепты. Ну, пять раз выиграл. Пять раз это много. Ну, типа, мне другие люди говорят о том, что меня приняли до того. А где они это видят? Это просто они в мастерской видят галочку, типа? Да, ну, кейс вышел. Ну, тебе лично, то есть, никто с тобой не связывается, не говорит, здорово, ты его. Тебе приходит письмо на почту ровно в тот момент, когда выходит кейс. У меня был даже случай, когда я сидел просто в мобиле ковырялся. Это вот когда вот у меня этот Mac 10 приняли. Я сижу в мобиле ковыряюсь, у меня бах, выскакивает, типа, ну, письмо на Gmail пришло. Я его открываю, там написано, типа, что... Ну, типа, да, что-то там... Я такой, что в смысле, блядь? Я заложу, короче, в мастерскую, смотрю, а там действительно зеленая галочка стоит. Вот как-то так. Я понял, хорошо. Ну, мы так потиху с тобой к завершению близимся. Давай такой вопрос. Что в скинах в твоем понимании не раскрыто? То есть, возможно, тебе чего-то не хватает в чужих скинах? Какая-то тематика, может, там, Звездные войны, блядь, пришельцы, знаешь? Может быть, чего-то тебе не хватает в скинах? То есть... Смотри, ну, ты же понимаешь, что ты называешь сейчас очень-очень поверхностные и обобщенные... Конечно, конечно. Если взять даже тех же пришельцев, просто пришельцев, да, то можно огромную кучу власт такой информации... Не-не, естественно. Я имею в виду, может быть, уже... Может быть, есть уже что-то такое, чего никто не касается, о чем кто-то забыл и так далее. Что ты бы хотел сам видеть или сам сделать в скинах? Ну, смотри, я пять лет хотел сделать скины, которые были бы с рисунками, как у сумасшедших, типа, всех больные такие, знаешь, которые рисуют вот так вот, ну, такой нервной рукой, вот это вот все маркером или там ручкой, рисуют такие вот какие-то очень страшные какие-то морды, вот эти вот все. Ну, то есть, мне вообще хоррор-тематика очень импонирует, мне интересно вот это. Если бы я снимал фильмы ужасов, то я знаю, как сделать так, чтобы все обосрались. Вот, я могу... Ну, я видел... Я видел твой скин с зубами, блядь, как он называется, меня чуть не бливанул. М-капфобия, да? Да, чуть не бливанул. Вот, я пять лет хотел сделать этот скин, но я не... Я очковал его делать, потому что это... Потому что я думал, что это too much для этой игры. Ну, типа, здесь много школоты, много там вот этих вот людей, которые душевно неуравновешенные какие-то, и, типа, могут Valve игнорировать эту тематику. Но тут они берут, объявляют конкурс Dreams and Nightmares, и слово Nightmares для меня это просто триггер вообще. И я такой, я знаю, что здесь делать. Я рисую вот эту М-ку Фобия, и мы еще с челом делаем вот этот XM The Belt, который... Отсылка к фильму Нечто. Смотрел Нечто? Собрать вот этот дробовик из кусков тела с зубами, с какими-то глазами, знаешь, вот эту вот какую-то мерзость такую сделать. Вот, я хотел такое сделать, но это очень сложный дробовик был. Но моей главной целью было сделать вот эту вот М-ку Фобия. Вот Фобия, там где вот эти вот как будто маркером черным нарисовано вот это вот все таким вот... И сейчас я хочу сейчас дальше пойти и, типа, расширить эту коллекцию. Пойти в сторону хоррора больше и больше таких вот жути поднарисовать. Просто, просто когда, знаешь, просто когда у тебя уже есть финансовая стабильность какая-то, и тебе, ну, как бы и так уже все ок, тогда уже можно позволять себе какие-то лютые эксперименты. И воплощать свои такие самые жуткие какие-то идеи, которые, ну, раньше боялся, потому что, типа, тебе бабки нужны. Ты пытаешься, как бы... Подстроить. Да, подстроиться вот это все. А потом... Я тебе, знаешь, что скажу? Я тебе скажу, что самый большой враг творчества среди вот постсоветского пространства – это система образования. Это самый огромный враг. Потому что мы, как бы, со школы учимся не делать какие-то вещи уникальные. Мы не учимся... На подкопирочку, подсистемочку. Мы пытаемся угодить преподавателю. Всегда. Ну да, соглашусь, соглашусь. На каждом предмете, на каждом уроке. И когда ты приходишь в мастерскую стима, и ты понимаешь, что там самый настоящий тендер, и там никто тебе ничего не обещает, и за старание ты не будешь вознагражден. Там просто вот, как бы, можешь или не можешь, и все. Там чистый, вот, капитализм, который жесткий и беспощадный. И всем абсолютно настрять, даже если ты умираешь от рака, никто об этом не будет думать. Вот, и в этом случае, вот эта вот привычка из системы образования, попытки угодить преподавателю, играет против тебя. Потому что в попытках угадать, что хотят Valve, в попытках им угодить, ты никому не угождаешь. Ты делаешь в результате дерьмо, которое никому не нужно вообще. По факту, ты должен угодить только себе. Сделать то, что тебе самому по кайфу. Ну смотри, тебе же руки развязывает уже, это же наоборот заебись. Я думаю, что минимум, ну смотри, ты к этому бы не пришел с самого начала, но сейчас, я думаю, что имея деньги, имея пять принятых скинов, я думаю, что в итоге, рисуя ебанину какую-то с зубами, ты в итоге, я надеюсь, я верю в это, что в будущем ты охуеешь с того, что возьмут какую-нибудь такую херню с зубами, и она въебет все скины просто. Поэтому, я думаю, такое название. Так, конечно, возьмут. Конечно, возьмут, потому что это хайповый скин. Да? В этом вся фишка. Так, понимаешь, в чем дело? Короче, смотри, как это выглядит вообще в результате, в общем, в общем, как это выглядит. В мастерскую делают огромное количество людей скинов. Огромное количество. Там несколько тысяч человек точно будет. Может, даже несколько десятков тысяч человек. Но принимают, как правило, почти одни и те же имена. И ты, если начинаешь смотреть кейсы, ты из кейса в кейс видишь одни и те же какие-то уже знакомые имена. Вот это вот все дело. И люди, которых игнорируют, они уже начинают строить, как бы, теории загорода. Они начинают думать, что в мире нет справедливости, и можно, в принципе, и рипнуться, там, допустим. Выйти в окно, знаешь. Они начинают думать, ну, вот всякую дичь. И начинают думать о том, что, как бы, Valve лояльны только к людям, которых принимали уже. А те люди, которых не принимали, они к ним не лояльны. Вот. Но это неправда. В этом и корень зла, да, получается. Потому что, смотри, потому что, как бы это сказать, смотри. Valve хотят дичь. Им нравится дичь. Они обожают, когда, блядь, какие-то разъебы, какая-то дичь. Что-то, что можно создать общественный резонанс, да. Что может, блядь, внести какую-то новую свежую струю в это все. Знаешь? А новички, они этого не понимают. Они думают, что если вот этих вот пацанов берут, и они делают скины вот так, то мы будем делать точно так же, и нас будут тоже брать. А по факту, Valve это нахуй не нужно, потому что... Бля, ну... Что? Потому что зачем им тебя брать таким же скином, как у чела, которого они уже взяли, если этот чел, которого они уже взяли, уже сделал целую огромную коллекцию. И проще всего набрать. Так же работает везде, и в музыке, и... Так, я просто смотри, о чем говорю, смотри, о чем говорю. Я говорю о том, что человек, у которого взяли, да, он уже потом начинает становиться финансово независимым, и уже начинает позволять себе какие-то эксперименты. В какой-то момент он уже начинает терять связь с реальностью, и просто уходить в чистое творчество. Просто начинать вот делать просто для души что-то, какие-то вещи, которые будут просто как элемент искусства. А Valve их берут, потому что им нравится это. Потому что это, знаешь, это как вот конкурс танцев, в котором побеждает тёлка, которая нестандартно станцевала под вообще нестандартный трек. И этим запомнилось, знаешь, вот это вот всё. Да, да. И люди, которые пытаются копировать вот тех людей, которых берут, их не берут, вот, а берут всё тех же людей, которых брали. Потому что те люди уходят в чистое творчество, в лютые эксперименты и вот во всякую такую дичь. Но я всё говорю. Да, Valve это нравится. И получается в результате вот этот вот как бы замкнутый круг новичка. Потому что новичок не может вырваться, потому что он боится экспериментировать, потому что ему нужно, чтобы, ну, как бы в любом случае попасть в игру. А тот, кто уже давно в игре, он не боится экспериментировать. Он творит дичь, потому что ему весело. Он развлекается, он уже начинает хуйней страдать. И именно это и нужно Valve, они это и берут. И новичок начинает думать, что какой-то... То ли просто Valve больше доверяют людям, которые, ну, чаще принимают, там, знаешь. И типа это порочный круг, который... Но по факту этого всего нет. По факту этого всего нет. Да. Да, на самом деле получается высокий порог входа не потому, что Valve там требовательна к чему-то, или не потому, что Valve... Потому что люди сами загоняют себя в рамки в это всё. Да, да, да. И плюс к этому ещё один момент очень важный. Мыльный взгляд. Я это так могу назвать. Мыльный взгляд. Это когда ты смотришь на какой-то скин, и тебе кажется, так я бы тоже так сделал. Но у Моргенштерна есть трочка охуительная. Ну, в одном треке. Ты бы смог так же, но ты не смог так же. Вот. И это... Это очень классно характеризовывает вот этот вот момент, потому что люди проёбывают детали, а дьявол именно там кроется. Именно в деталях, в мелочёвке. Так я про это и говорю, что так работает не только в Valve, а везде. Сколько челов, которые делают под Моргена, под Кезару, под Дейпа, под кого угодно, но они нахуй не нужны, потому что уже есть эти люди. Нахуя им слушать. И не только потому, что они уже есть, а потому, что они видят поверхностно, но не видят ядро. Знаешь, это типа попытаться скопировать персик, у которого нет косточки. А косточка в этом случае играет роль. Соглашусь. Как-то так. Согласен полностью. Вот. И именно поэтому какие-то люди успешны, а какие-то нет. Просто потому что... А тут же ещё знаешь, что накладывается на это всё? Нытьё. У тебя ничего не получается, ты начинаешь ныть. Ты начинаешь ныть, ты сам себя загоняешь, и сам себя ещё больше добиваешь. Согласен с тобой полностью. Хорошо. Владос, есть ли ещё что-то, возможно, что ты хотел рассказать? Или поделиться чем-то? Потому что мы с тобой напиздели уже на 2 часа. Я думаю, этого точно хватит. Я ещё заеблюсь этим всем заниматься. А я тебе говорил, что 2 часа пиздежа точно хватит. Не-не-не-не. Это было понятно и так. Это понятно. Ну, с нормальным собеседником меньше не получится. Это понятно. Есть ли ещё что-то, что ты хотел бы рассказать, на что-то ответить, возможно, что я не спросил? Давай мы это сейчас сделаем в завершении, и потом скажешь своё финальное слово. Ну, я не знаю. Наверное, только советы раздать. Хорошо. Давай тогда раздай советы кому? Советы кому-то конкретному или в целом? Новичкам, новичкам. Новичкам в скинах? Да, есть люди такие, которые вот... Они вроде как новички, но вроде как и не новички. Хорошо. Стой, понял тебя. Я понял тебя. Несколько лет они... Ребят, сейчас пара советов для новичков в скинах от Влада. Можешь начинать. Первый совет. Вот, почитайте Роберта Киосаки. А конкретно вот «Богатый папа, бедный папа». Там очень много информации, которая важна, которая поможет не только вот как бы в скинах, а вообще в принципе по жизни. Но этот совет я бы дал не только начинающим в скинах. Я сам когда прочитал это, я охуел. Там просто есть вот эта фраза про 10 тысяч часов и как бы 10 тысяч часов практики. А не просто 10 тысяч часов. И ну как бы если у тебя хватит нервишек, силенок на то, чтобы 10 тысяч часов практики, а не просто 10 тысяч часов посвятить чему-то. А то есть некоторые, знаешь, которые... Типа, я этот скин нарисовал еще в 2015 году. Вот, так что я типа старый скинмейкер. А сколько у тебя всего скинов? А у меня два скина в мастерской, да? Один в 15-м нарисовал, второй в 17-м. Может быть, Valve когда-нибудь и примут. Не примут. Ну, я же говорю, опять же, это можно перекинуть не только на скины, а на все вообще, чем мы занимаемся. Да, нужен упорный труд, упорный. Прям, блядь, 24 на 7. Нахер личную жизнь, нахер гулянки, нахер телок, нахер вот эти тусы, хьюсы. Все это будет потом, когда ты заработаешь. А если ты не заработал и тратить, ну, вот эти вот... Знаешь, это можно сравнить вот как бы с маной в RPG-играх. Типа, ты вот набираешь полную вот эту... Вот Diablo 2, например, да, возьмем. Там у тебя такой кружок синий. И вот он наполняется маной, да? Вот он у тебя полной маной. Ты с этой полной маной можешь идти на Diablo и ебашиться с ним, да? Вот. Но если у тебя из этого кружка там осталось 3%, то идти на босса с этим количеством маны – это самоубийство, это долбоебизм. Вот. А у тебя она не восполняется, потому что ты ее постоянно тратишь. Ты ее тратишь, тратишь, тратишь. На хуйню всякую, ну, на бред. Вот. И в тот момент, когда тебе нужно сделать что-то весомое, что-то важное, что-то значащее, что-то стоящее, у тебя просто на это не хватает маны. И ты тратишь вот это вот маленькое количество маны, которое вот у тебя оставалось, на то, ну, что получится, то получится, да? И такой, и вот это вот, опять же, мы возвращаемся к этой системе образования, когда некоторые выезжали на жалости. Типа, ну, я же старался, да? Я же делал. Я же, блядь, посещаю ваши уроки. Ну, поставьте мне там тройбан, да? Так вот, в данном случае так это не работает. Если ты старался, то всем похуй. Если ты ходил, то всем похуй. Если ты делал, то всем похуй. Ты сделал 800 скинов, но сделал 800 скинов говна. Всем похуй. Никто это не оценит никогда. Сделай один, но это будет шедевр. Чем ты наделаешь кучу говна, и будешь сидеть такой, ну, я же старался, ну, я же что-то делал. Или, знаешь, вот эта вот самая охуенная фраза. Ну, если у меня Valve что-нибудь примут, тогда я начну делать что-то пиздатое. Просто иди нахуй, и все. Одно другое исключает, конечно. Одно другое исключает, о чем ты говоришь, блядь. Естественно. Понял. Еще есть советы для этих всех скиноделов? Если ты не готов потратить так много энергии, сил и своего времени на это, то не трать его вообще. Потому что, ну, как бы, ну, надо смириться с тем, что не всем дано. Вот. Иначе, если бы всем было дано, все бы были богатые, знаменитые, а на кассах пятерочки бы никто не сидел. А люди каждые нужны, люди каждые важны. И это получается так, что иногда нужно осознать, что твое место не здесь, а твое место там. И это не значит, что, типа, твое место у Параши, да? А это значит, что ты можешь приносить пользу обществу. В другом месте. Да, в другом месте, через другую деятельность. И, может быть, ты просто тратишь время зря. И, может быть, ну, как бы, это не твое. По крайней мере, я бы сразу сказал, что, если у тебя нет художественного образования, если ты не шаришь в том, что такое дизайн, то, ну, как бы, скорее всего, ты просто потратишь время зря. Особенно, если ты параллельно не будешь развиваться, проходить каких-то курсов, проходить какое-то обучение и всячески пытаться, ну, как бы, развиться в этой теме. И, опять же, я тут от себя добавлю, да, что, опять же, вы не должны думать, что образование – это камень проникновения, да, что ты там должен выучиться на режиссера и так далее, или кого-то еще, вот я бы учил на режиссера, например. Но знания, полученные в процессе образования, ты либо должен их сам приобрести, задрачивая каждый день, смотря уроки, пробуя ошибки там все и так далее, либо иди нахуй, ты ничего не получится, если ты не будешь пробовать делать и учиться на своих ошибках. То же самое я вот выучился в Академии искусств на режиссера, да, и я понимаю, что я, ну, что мне, в принципе, это образование сильно много не дало, хотя там была насыщенная вся хуня. Но если бы этого не было, у меня, в первую очередь, не было бы стимула учиться монтировать, учиться снимать, учиться кого-то превзойти. Поэтому я согласен с Владом полностью, ребят. Либо образование конкретное, либо сами дома задрачивайте 25 тысяч часов в день. Красиво. Ну хорошо, Владос, давай последнее. Это твое завершающее слово не для скиноделов, в принципе, для зрителей. Хочешь ли ты что-нибудь сказать тем, кто не занимается этим? Просто, в принципе, сказать людям? Прекращайте общаться с людьми, которые в вас не верят. Просто не общайтесь с ними. Иначе у вас ничего не будет в жизни никогда. Охуенные слова, соглашусь. Все, ребят, короче, с вами был Влад, с вами был я. Это был пиздатый диалог. Надеюсь, вы из него что-то вынесли, что-то новое узнали. Мы были рады вас видеть. И еще увидимся. Да, счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok